Эфир телеканала РБК продолжает программу интервью. Меня зовут Равель Ватолин. Здравствуйте. Сегодня мы работаем в нашей выездной студии в Уфимском конгресс-холле Таратау. Сейчас к нашему разговору подключается первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров. Андрей Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. На форуме по защите бизнеса, не могу не спросить про улучшение позиций, Башкортостан в этом году достиг хороших результатов и в рейтинге инвест-климата, и по защите бизнеса как раз-таки. Вот здесь, если говорить про защиту бизнеса, у нас 11 место, мы улучшили показатели на 27 позиций. Вот с вашей точки зрения, вот за счет чего удалось сделать этот рывок? Потому что, ну, еще раз повторюсь, 27 позиций с 38 места на 11, ну, думаешь, каким образом? Ну, во-первых, это комплексный подход, это не какое-то одно действие или ни один инструмент, это достаточно множество. Это работа, конечно, уполномоченного по защите прав предпринимателей, которые непосредственно своим функционалом вставят работу именно по снижению административного и уголовного давления на бизнес, создание более благоприятных условий. Во-вторых, это, конечно, работа правительства, которое направлено на то, чтобы максимально изменить подходы. Проектный офис, который А. Геннадьевич Сидякин возглавляет, в общем, работает практически более полутора лет и, в общем-то, системно, практически еженедельно разбирает все случаи, которые мешают бизнесу для комфортного развития. Конечно, в этом плане и работа правительства, которое, в общем-то, дает бизнесу поддержку и реагирует достаточно жестко и оперативно на все примеры, отрицательные примеры, когда возникает давление на бизнес. Но если все это обобщить, можно сказать, что в целом глава республики Райфарь Хабиров ставит задачу создания максимально комфортных условий для ведения бизнеса, чтобы это были одни из лучших условий в Российской Федерации. И вот первый результат, первый результат – это то, что мы поднялись на 27 позиций и занимаем сегодня одиннадцатую строчку. Это очень хороший результат, но, конечно, это не то, к чему мы стремимся. Мы уверены, что Башкортостан, как регион со своим потенциалом и с теми, с тем отношением и подходами, которые сегодня, в общем, в Башкортостане введены, наша позиция, в любом случае, в первой тройке. Мы будем к этому стремиться и уверен, что к 2024 году существенно еще улучшим отношение к бизнесу и административное давление снизим до минимальных позиций. Но это касается не только административных, я уверен, что это должно быть снижение всего давления, уголовного, любого давления на бизнес. Поэтому те инструменты, которые глава республики ввел, новые инструменты – это инвестиционный час еженедельный, который позволяет инвесторам и предпринимателям, соответственно, которые приходят с инвестиционными проектами, пожаловаться на проблемы, получить сразу поддержку как и по снижению давления, по преодолению проблем, так и меры государственной поддержки. Предпринимательские часы, которые теперь в муниципальных образованиях, они тоже дают возможность тем предпринимателям, которые работают на местах, или тем инвесторам, которые приезжают в муниципальное образование напрямую, в общем-то получить тоже сразу поддержку на уровне администрации, как по снижению давления, преодоление барьеров, которые возникаются на пути инвестпроекта, так и по мерам государственной поддержки, муниципальной поддержки, которую они могут осуществить. Также, конечно, плюс к этим постоянным системным инструментам, еще, конечно, прибавляется сюда работа по поддержке, которую мы увеличиваем для того, чтобы не только снижать давление на бизнес, но и вводить новые инструменты государственной поддержки, которые позволяют многим начинающим предпринимателям получать эту поддержку, многим инвесторам преодолевать определенные сложности. Ну, например, мы ввели в этом году кэшбэк, это позволяет снизить курсовые колебания, вернее, кэшбэк позволяет при первом контракте экспортном получить себе часть денег возврата, тем самым снизить издержки, которые обычно больше всего на первом, во время первого контракта возникают. Плюс мы ввели инструменты, когда мы субсидируем валютные колебания, когда резко курс растет, а для того, чтобы остаться в тех договоренностях по инвестпроекту в тех сроках, мы, соответственно, часть этого удорожания, этого валютного колебания тоже берем на себя, субсидируем, ну и ряд других инструментов. Все это направлено на то, чтобы все, кто работает в Башкортостане, все, кто приходит в Башкортостан, чувствовали, что здесь минимальное количество проблем и максимальное количество поддержки, которые осуществляют власти. И в целом атмосфера направлена на взаимодействие власти и бизнеса, на конструктивный такой диалог, конструктивную совместную работу на развитие экономики. Ну вот давление на бизнес вы упомянули, ну вот Владимир Путин, я помню, три года назад как раз-таки отчитывал правительство и говорил, чтобы количество проверок сокращалось. При этом Борис Юрьевич Титов, формируя свой отчет, тоже говорит о том, что количество проверок сокращается, но при этом давление возрастает. Вот у нас в республике, мы понимаем, что надзорные органы, они зачастую федеральные, вот здесь удается с ними договариваться для того, чтобы и давление, и проверки все-таки сокращались. Контрольно-надзорное ведомство, это тоже чаще всего люди. Есть, конечно, правовая, системная проблема, над которой работает и правительство Российской Федерации в первую очередь. Ну и мы, конечно, прикладываем к этому определенные усилия, но самое главное, это, конечно, люди, как они относятся, либо они относятся формально, либо они предвзято относятся, либо они, наоборот, с пониманием относятся, что есть какие-то формальные недочеты, но в любом случае это достаточно либо замечания, предписания, но никак не остановка предприятия, никак не штрафы. Поэтому во многом от людей зависит. Мы стараемся найти общий язык и диалог выстроить со всеми контрольно-надзорными ведомствами. С большей частью у нас, конечно, это получается, и видим, что это нормальные, вменяемые люди. С одной стороны, понятно, они стоят на букве закона, с другой стороны, понимают, что развитие экономики требует такого вот общего конструктивного подхода. Но можно все-таки отметить и признаться, что есть, конечно, те, кто ведут себя деструктивно, не вникают в проблемы развития экономики, не идут навстречу бизнесменам. Более того, чаще всего инициируют необоснованные проверки, затягивают. С такими мы ведем работу, и, конечно, от таких представителей контрольно-надзорных ведомств будем избавляться и будем создавать максимально комфортные условия для бизнеса, во что бы нам это ни стало. Будем вести переговоры с федеральными руководителями этих ведомств для того, чтобы они меняли своих представителей. К сожалению, такие примеры тоже есть. Ну и завершая беседу, вы не раз говорили, Радий Фаридович Хабиров, что Республика Башкортостан должна стать самым комфортным регионом в стране для ведения предпринимательской деятельности. Но помним наблюдательный совет, агент стратегической инициатив, когда Владимир Путин Радий Фаридович сказал, когда уже Татарстан обгоните, тоже такая хорошая цитата. Но вот если говорить о временном отрезке, как думаете, какое количество времени нам потребуется для того, чтобы стать реально самым комфортным регионом страны для ведения предпринимательства? Национальный рейтинг инвестиционного климата в регионах России и Федерации существует уже несколько лет. И, конечно, до девятой строчки мы еще не поднимались никогда. Это первая десятка, она очень такая. Там каждый регион, это регион, конечно, очень мощный, очень известный, со своим огромным потенциалом и амбициями. Поэтому попасть в десятку – это очень почетно. При этом мы, вы правы, ставим себе задачу стать одним из лучших регионов в России и Федерации. Потому что, наверное, все-таки каждый регион разный. У него есть и промышленный инвестиционный потенциал, природный и так далее. Поэтому сказать, что вот прям по всем позициям стать можно лучшим регионом в стране, наверное, нет. Но по большинству показателей, которые нужны для нормального комфортного ведения бизнеса, для нормальной жизни, для безопасной жизни, для вот такого вот, скажем, по большинству показателей, я уверен, что к 2024 году Башкортостан будет, скажу осторожно, в первой пятерке. А вообще, конечно, на самом деле цель у правительства Республики Башкортостан на данный период – это, конечно, быть на более высоких позиций, чем первая пятерка. Ну вот, будем надеяться, что так и будет. Вам спасибо большое за то, что нашли время, ответили на наши вопросы. Телезрителям хочу напомнить, у нас в гостях был первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров. Спасибо. 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 Спасибо.